Что такого в статусе? Серьезно, в наши дни хоть кто-то парится о том, чтобы выглядеть статусно? Оказывается, почти все. И не потому, что большинство людей злые или мстительные. Просто они ленивы. Видите ли, люди – существа социальные и имеют систему ранжирования в обществе. Мы делаем это последние сто тысяч лет просто потому, что так нам проще. Те, кто на вершине, часто получают львиную долю ресурсов, а те, кто снизу, получают крошки, то, что осталось. Несправедливо? Конечно. Всегда ли так происходит? Да. Вы спросите, а почему те, кто внизу, не скинут тех, кто на вершине? Ответ такой. Так бывает в начале, когда они не знают своего места. Но что произойдет, если привести новую курицу в сформированную стаю? Очень быстро она поймет, кто здесь главный. Да, со стороны это выглядит очень жестоко, но обычно это длится неделю, после чего новая курица знает свое место. Социальный статус в чистой форме предотвращает ненужные ссоры и драки. Зная свое место, животные в нижних ячейках не подвергаются нападению со стороны тех, кто сверху. Но как это относится к нам? Ответ в том, что если вы можете выглядеть статусно, особенно если это касается вопросов богатства и физической формы, то вам не придется доказывать свой статус. Люди будут относиться к вам как следует. А тем, кто только набирается опыта и еще не утвердился, высокий статус даст преимущество. Что ж, давайте начнем с физической формы. Если вы хотите казаться статусным человеком, вам следует обратить внимание на свое здоровье. Вам следует обратить внимание на то, как вы тренируетесь и заботитесь о своем теле. Кстати говоря, это не главный индикатор статуса. Но в большинстве ситуаций стоит выглядеть как человек, который заботится о себе и о своем теле. Следующая черта высокостатусного мужчины – он стабильно энергичен. Другими словами, он устойчив, спокоен, у него нет постоянных взлетов и падений. У него нет излишней тревожности. Он не вездесущ, он всегда кажется на своем месте. Если вы хотите казаться высокостатусным, вам нужно уметь хорошо контролировать неуверенность, которую испытывает каждый. Высокостатусный человек справляется с ней и не транслирует ее окружающим. Другие могут ее чувствовать, поэтому будьте осторожны. Помимо этого, ваши движения должны быть медленными, спокойными и обдуманными. Следующей чертой высокостатусных мужчин является то, что они нереактивны. Видите ли, высокостатусный человек контролирует ситуацию, и ему, как правило, все равно, что о нем. Говорят другие люди даже ему в лицо. Он думает, окей, это ты, это твое мнение, и меня оно не беспокоит. До сих пор мы говорили о поведении, давайте поговорим о стиле. Раз уж это канал о стиле. Если хотите казаться высокостатусным, нужно соответствующим образом одеваться. В представлении большинства успешный мужчина носит костюм, пиджак, хорошо одевается. Но не обязательно идти этим путем. Все зависит от вас и от имиджа, который вы хотите проецировать. В любом случае, помните о двух вещах. Во-первых, убедитесь, что ваш стиль передает сообщения, что он отражает то, как вы хотите, чтобы вас воспринимали. И, во-вторых, чаще носите вещи в этом стиле. Ведь будь даже это слегка экстравагантный образ, если он вам кажется естественным, у вас будет уверенность в нем. А что насчет неприметных способов демонстрации статуса? Один из самых простых способов – это носить часы. Тут масса вариантов. Как видите, некоторые более броские, другие же могут быть поскромнее, очень простыми, элегантными. Но при этом их узнают те, кто в теме. До сих пор я говорил о том, что можно изменить внутри себя. Но есть также и то, что можно изменить снаружи, чтобы казаться более статусным. Во-первых, если вы собираетесь на мероприятие или на вечеринку, если вы идете куда-то, то идите с другими людьми. Приходя на вечеринку даже с двумя другими парнями, вы сигнализируете, что вас принимают в группе. Вы тот, кого другие сочли достойным быть рядом с собой. Да, появление с другами или друзьями – это круто, но появление с женщиной или с двумя женщинами резко поднимает вас на целый уровень. Это сигнализирует присутствующим женщинам, «Этот парень одобрен этими дамами». Как это сделать? Господа, будьте находчивы. Может, у вас есть подруги с работы или соседка, с которой у вас платонические отношения, и она хочет куда-то сходить. Суть в том, чтобы показать другим, что воспринимают, что вы одобрены, и после этого остальные также более охотно одобрят ваше присутствие. Если это слишком сложно или вы хотите удвоить ставку, пойдите в знакомое место. Туда, где вы хорошо знаете барменов, даете им чаевые, и они знают вас. Где вас рады видеть, где знакомы с вашим дружелюбием. В общем, идите в то место, где вас знают. Когда вы так поступите, то новые люди, скажем, новая дама, она поймет, что вы общительные, дружелюбные, что вас принимают, что вы часть группы, а не чужак. Кстати говоря, точно такой же метод отлично работает и на бизнес-мероприятиях, или даже на вечеринках. Будьте посредником. Опять же, представим, что вы идете на вечеринку, где вы знаете, скажем, трех-четырех человек. Но что интересно, эти люди не знакомы друг с другом и стоят в разных концах помещения. Но вы знаете, что Джилл будет интересно поговорить с Мэри, а Майку с Джоном, ну или в любой другой комбинации. Так вот, вы начинаете беседовать с кем-то из них, затем ведете к другому человеку, представляете их друг другу, и вот эти двое уже общаются. Вы же можете как уйти, так и продолжить участвовать в разговоре. Но главное, что вы показали, вы тот человек, который знает многих людей. Объединив людей, вы сразу же повышаете свой статус среди них за счет того теплого знакомства, что вы обеспечили. Представим, что вы общаетесь в группе. Как можно показать более высокий статус в этой ситуации, если будете направлять беседу? И для этого не обязательно нужно говорить только о себе. Вместо этого задавайте вопросы, которые задействуют и включают в разговор других. И люди это оценят, особенно если кто-то из группы говорит без остановки. А ведь остальные трое просто молчат. Можно сказать «Эй, кстати, а вы в курсе?» И расскажите, как это относится к Майку. Майк, расскажешь, как вы это сделали? Вы вдруг создаете разговор. Для этого требуется чуть больше навыков. Другие могут этого не осознавать, но они поймут, что всякий раз, что вы участвуете в беседе, она становится приятнее. Таким образом, ваш статус в группе растет. А как быть, когда вы сидите за столом? Как поддерживать высокий статус? Пусть все сидят за столом, а вы стоите на стуле. Нет, я шучу, не делайте этого. Но вам нужно выбрать, где вы будете сидеть. Если можете, садитесь в конце, чтобы с обеих сторон были люди. Со стороны похоже, будто это придворное застолье, но ведь королевские особо, или знать, не зря садились во главе стола. Так человек принимает главенствующий вид и может говорить, слушать других и быть услышанным. Я лично стараюсь избегать сидеть в середине, потому что так ты ведешь то один разговор, то другой. Да, есть кто-то напротив вас, но вы ограничены больше, чем в концах стола. Если вам нравится видео, поставьте лайк. Серьезно, ваш статус резко возрастет. И статус этого канала немного возрастет, ведь это даст понять богам YouTube, что это видео стоит посмотреть. Если вы думаете, «Антонио, черт побери, ты говоришь о социальных навыках, у меня их нет». Это то, с чем мужчины высокого статуса не рождаются. Они работают над этим, они понимают, что если хочешь иметь статус, то нужно уметь общаться. Если хочешь уметь общаться, то нужны социальные навыки. Самый быстрый и простой совет – это научиться задавать вопросы и искренне интересоваться другими людьми. Сегодня это стало редкой чертой, когда кто-то искренне слушает, а не ждет своей очереди высказаться. Старайтесь узнать о человеке больше, если он, правда, интересен. И особенно, если не интересен. Люди не привыкли к этому. И человек откроется, заговорит с вами и полюбит вас не потому, что вы ему что-то сказали, а потому что вы его слушали. Это не означает, что вам не нужно говорить. Практикуйтесь. Что мне нравится в моих видео – это то, что у меня есть отличный шанс собрать свои мысли вместе, и я ощущаю, что поднаторел в ораторском искусстве. А все потому, что я практиковался. Это относится ко всему. Когда вы начнете регулярно практиковаться, подбирать слова, вы вдруг поймете, что можете лучше выражать свои мысли. Я верю в чтение, прослушивание аудиокниг, а также разговоры о том, что вам интересно. Скажем, кто-то постоянно беседует о политике, но можно перевести тему на что-то, в чем вы разбираетесь получше. Вы путешествовали, вы бывали в разных местах. Поэтому вместо того, чтобы говорить о политике, поговорите о культуре, поговорите о людях. Таким образом, вы сможете не выпадать из общения, а также обогатите словарный запас, научитесь выражать свои мысли, и, следовательно, отточите свои навыки общения. Общение – это больше, чем слова, вылетающие изо рта. Это то, как мы стоим, наша осанка. Поэтому убедитесь, что вы не сутулитесь. Хорошая осанка передает хороший сигнал. Не надо пытаться казаться меньше, чем вы есть на самом деле. Я знаю, что исследование Эмми Кадди было опровергнуто, но я думаю, в нем есть зерно истины. Не надо делать себя меньше. И поговорим о зрительном контакте. Когда вы говорите с кем-то примерно 70% времени, нужно поддерживать зрительный контакт. А не нужно в 30%, когда думаете, что сказать. Не нужно, чтобы ваш взгляд выдавал, что вы смотрите на кого-то еще, как делают многие. Это сразу даст понять, что вы отвлекаетесь. Этого нам не нужно. Контакт глаз показывает наше присутствие. Кстати, если вы говорите с группой, пусть даже из трех человек, не уделяйте каждому равное количество зрительного контакта. Представьте, что есть четвертый человек, и периодически отводите взгляд. 25, 25, 25, еще 25% в сторону. Практикуйтесь. Господа, я рассказал о многом, но хочу перейти к самым, по моему мнению, мощным признакам высокого статуса. Во-первых, это способность принимать решения. Уверен, что вам знакомы такие люди, которые долго не могут принять решение, колеблются. И вы понимаете, что это из-за страха принять неправильное решение. Господа, если вы не можете принять решение, вы будете казаться слабым. Вспомните историю. Правителей, королей, императоров. В чем была их главная роль? Они должны были принимать решения. В этом заключается время лидерства. Но вот секрет, который я узнал, и который мне в этом помог. Большая часть решения, это как вращающаяся дверь. Нам редко выпадают решения уровня жизни и смерти. В большинстве случаев, если вы ошиблись в решении, можно сделать шаг назад и повернуть в другом направлении. Так вот, если вы знаете, что можете исправить решение, мыслите так. Мне нужно быстро принять решение на основе имеющейся информации. И если я пойму, что оно неверно, я сделаю шаг назад и внесу коррективы. Способность брать на себя ответственность, вести за собой, принимать решения, когда все вокруг тебя теряют голову, такое сразу поднимет ваш статус до небес. Следующий совет я узнал в колледже, а затем использовал в своей бизнес-карьере. Чтобы поднять свой статус, нужно организовывать вечеринки. И я все еще это делаю. Я собираю вместе бизнесменов, многие из которых гораздо успешнее меня. Но тем не менее, я их собираю и поддерживаю этим высокий статус. Почему? Потому что я организатор. Я тот, кто собрал всех вместе. Так что, господа, если хотите поднять свой статус в группе, организуйте встречу, вечеринку, на которую захотят прийти. И в этом случае ваш статус повысится просто потому, что вы хозяин. А что на первом месте? Ну, проще всего сказать, уверенность. И это правда так, ведь уверенность действительно повышает статус. Но многие чересчур самоуверены, высокомерны, или ничем не могут подкрепить свою уверенность. Поэтому нет, на первом месте это умение делать все без усилий. Есть такое слово, спецсатура. Но сейчас я подразумеваю вот что. Людям нравится проводить с вами время. Серьезно, когда люди посещают мероприятия с вашим присутствием, вдруг все проходит гладко. Вы тот парень, у которого все схвачено. Ну, конечно, за всем этим стоит планирование. Вы как следует все обдумали. В какой ресторан мы пойдем? В тот, где я знаю руководящего официанта, потому что тот часто меня видел. Чего-то плачу я. Никому не придется делить счет или что-то подобное. Все будут удивлены. Ого, все уже оплачено. Вы точно знаете, что нужные сорта вина будут в наличии. У них будет все, что вам нужно. Я делал так со своей семьей, я делал так с друзьями-бизнесменами. И да, это стоит каких-то денег, но все это учитывается заранее. И я знаю, что возможность подарить этот опыт будет того стоить. И что мне нравится в этом, господа, тут дело даже не в деньгах. Допустим, вы говорите на китайском или, скажем, на португальском. Вы ведете даму в один неприметный с необычной едой ресторан, или она не знает, какое блюдо ей выбрать. И вдруг вы начинаете говорить с официантом на его родном языке. А она даже не подозревала, что вы знаете этот язык. И она думает, боже, он столько всего знает. И вы смогли создать прекрасную обстановку и атмосферу. Ладно, господа, что посмотреть дальше, но есть у меня одно секретное видео. На самом деле не секретное, вот тут видно, что это за видео, и оно правда полезное. Давайте, парни, кликните на видео. Посмотрите его. Хосе, что ты делаешь? Давайте, нажимайте.